Но мы же видим и третью группу людей, таких как Чубайс, который там какие-то новые институты создает. Я так понимаю, что они будут направлены на легитимизацию. Как говорят некоторые, но вот Стас считает, что он хочет вернуться назад и хочет опять рулить, потому что вне государственной власти, вне этой команды, он себя не видит, не представляет, не знает, чему заняться, понимаете? Чубайс всегда смотрит на ход вперед. Вот, создавая клуб «Перестройка», Чубайс в середине 80-х думал о том, как выходить из социализма. Но и сейчас он справедливо думает, как выходить из кутинизма. Понимаете, в отличие от пессимистов, которые говорят, да ну, это навсегда, да ну, может, ваши внуки вернутся в Россию. А я как раз надеюсь, что мои внуки-то будут умнее, и им совершенно нечего там будет делать, это у меня там есть дела. Но, в общем, грубо говоря, Чубайс, вопреки мнениям этих людей, он хорошо информирован. Он понимает, что конец кутинизму близок, и надо будет из него выбираться. Вот мне, кстати, все время припоминают, что… А как же вот интеллигенция и миграция 20-х годов тоже говорила, что конец кутинизму близок, а он случился только в 86-м году. Во-первых, он и тогда не случился. А во-вторых, конец большевизма – это уже 34-й год, это уже начало Большого террора. Весь большевизм был Сталином истреблён. И всё, начиная с периода 37-го года, это никакой не большевизм, а не у имперства. И огромное количество иммигрантов вернулось. Только эти иммигранты-возвращенцы, они были репрессированы. А так-то сминовеховцы все поехали сюда, и устрял, и святополк мирский, и сколько их там было. Все они думали, что будет строиться Красная империя. С большевизмом было покончено благополучно руками Сталина ещё в 30-х. Так что русская иммиграция была абсолютно права, а все желающие вообще после 34-го года могли вернуться совершенно спокойно. И после 45-го им было даровано гражданство официальное. Понимаете? Всем было бы возвращено гражданство и разрешено вернуться. И Бунин всерьёз хотел вернуться, и если бы Щерова не подошла к Вере Николаевне и сказал, что вы делаете, а помнитесь, он бы приехал. Вот в этом весь кошмар. А Али Фрон, которая приехала в 37-м году и села в 38-м, всё мы это знаем. То есть она раньше ещё приехала, виновата в 36-м. То есть я это к тому, что все эти разговоры, что это навсегда, эти разговоры ничего не стоили уже в 30-е годы, 20-е века, никакого большевизма не было. Проблема в ином. Проблема в том, что очень мало народу, как Чубайс, задумывается о том, как испутинизму придётся выходить. И я солидарен. Вот это я, к сожалению, я должен об этом предупредить. Ой, Наташа, что-то к вам ломится. Это Чубайс чувствует, что мы с вами разговариваем о нём и хочет дать комментарии. У него длинные руки. Понимаете, вот скажу вещь, которую мало кто сегодня понимает. То, что этот режим обречён, это понятно и самому режиму. Для этого не надо быть Чубайсом. Проблема в том, что выход из этого режима на этот раз будет гораздо труднее, чем в 80-е годы и в 90-е. И никакой ваучерной приватизации и массовой публикации из обречённой литературы, типа меня, это дело абсолютно не исправится. Прав Парфионов, я с ним солидарен, что после войны проблемы Украины закончатся, а проблемы России начнутся. Россию ожидает смута, долгая кровавая смута, которая даже с гражданской войной 20-х годов не имеет ничего общего. Она имеет некоторые параллели, сходства со смутой 1603-1610 годов. Вот это будет масштабное переустройство. И, условно говоря, до новых Романовых порядка не будет, не только порядка, а не будет как маломальская система. Это будет полная разруха, большая кровавая смута. И это очень страшное время. То есть люди, которые не успели понять масштаб происходящего с начала войны против Украины, поймут это в конце этой войны, когда придется на руинах путинизма, на руинах России строить какую-никакую новую картину мира. Вот о том, что представляет из себя вторая половина 20-х для России, я, честно говоря, боюсь даже думать. Утешает меня только четкое видение того, что 30-е годы для всего человечества будет временем счастья, мира и огромного интеллектуального прорыва. А что будет с Украиной, с вашей точки зрения, когда все закончится? Какие нас подстерегают опасности? Украина ожидает переизбрание Зеленского, период резкой критики в его адрес, период большой масштабной непоказной борьбы с коррупцией, резкое возвышение тех политиков, Вячеслава и начальников, которые выдвинулись во время войны, возвращение Арестовича и его бурное развитие пятого проекта, интеллектуальный скачок, новое переизбрание Зеленского и его возвращение в власть по сценарию Черчилля и постепенное превращение в интеллектуального и духовного лидера Европы, что не отрицает большого количества своих внутренних проблем. А Сенцов вернется в кинематограф с фронта и будет снимать замечательное кино, появятся новые замечательные романы Марина Диченко и Любка Дериша, бурный рост фантастики, в том числе утопической и социальной, бурный рост поэзии, победы на Евровидении, а глубокий духовный кризис русскоязычных интеллектуалов и Нобелевская премия какому-нибудь из крупнейших украинских литераторов. Например, кому уже да ну, еще кому-нибудь. Почему-то я верю, что Лина Костенко доживет. Дай бог ей здоровья. Да, она в прекрасной форме. Она недавно, вы знаете, была в гостях, вернее, Тличко был у нее в гостях, я так понимаю. И были фотографии, и она в отличной форме. Я считаю, что ее роман в стихах – это лучшее произведение вообще в стихах, которое было в Украине. Хотя выбирать есть из чего, там из Туса, например, там из Драча, из многих. Но я считаю, что Лина Костенко, которую я знаю в основном в чтении наизусть Евгения Маргулета и, конечно, в чтении следствия ее романа, это абсолютно гениальный поэт. Передайте ей привет. Кстати говоря, роман «Записки городского сумасшедшего» я в курсе своей украинской прозы рассматривал как одно из крупнейших сатирических произведений. А ведь написано оно человеком, которому здорово заучились. Да, это удивительно. Что ожидает Запад? Мы видим очень такие глубокие, прям глубинные изменения, которые сейчас еще визуально не очень хорошо просматриваются. Но мы видим очень тяжелую ситуацию в Израиле. Мы видим все, что связано с палестинским вопросом. Достаточно такой большой мировой треймер. Мы видим кризис в Соединенных Штатах, о котором мы с вами не раз обсуждали. Мы видим некоторое возвышение стран юга, когда вдруг начинает играть роль Индия, которую она раньше не играла, и некоторые другие страны. Потому что мы уже забыли, что они большие. Они раньше были колониями, а теперь они большие, и они бурно развиваются достаточно. Как это все будет? Нет, ну, Марин, Наташа, это я просто думаю про Диченко. Наташа, делай сейчас какие-то далеко идущие прогнозы про Запад. Это очень дурной вкус. Это все равно, что Шпенглер, который предсказал закат Европы и встретил свой собственный закат в глубочайшем и тейном творческом кризисе, когда фашисты, которые вроде бы как провоскласили его своим идеологом, вытерли об него ноги. Поэтому, понимаете, предсказывать закат Европы – это дело, во-первых, очень обычное, во-вторых, неблагодарное. Мне кажется, что наоборот, сопротивление России, сопротивление тому, что она сегодня творит, заставит Европу вспомнить о каких-то своих глубоких религиозных корнях, более плотно объединиться, более тесно сотрудничать с Востоком Европы, в том числе заново понимать те принципы, на которых она стоит. Иными словами, я вместо заката вижу как раз некоторый рассвет Европы. Говорить об этом я могу, потому что я не только Евровидение смотрю. Понимаете, я смотрю современное европейское кино, читаю современные европейские романы, и в основном итальянские, немецкие, в общем, не сказать, что там упадок. Наоборот, я бы сказал, что там в Скандинавии очень интересные вещи происходят. Нет, Европа в порядке, всё хорошо. Другое дело, понимаете, вот это действительно трудно. Очень трудно придётся уехавшим из России, потому что им придётся, именно от них зависит отмыть теме России и вернуть ему новый смысл и содержание. И, по большому счёту, нам предстоит строить не просто новую Россию, а Россию альтернативную и имперскую. И это придётся делать тем, кто сегодня из страны выдавлен. Это огромная задача, полное переучреждение идеологии и структуры огромного государства, которое в противном случае просто превратится в дикое поле. Вот этим предстоит заниматься. И о том, хватит ли у нас силы пороху, об этом я думаю всё время. Вся надежда в основном на тех, кому сегодня 20-25 лет. На них, я смотрю, с глубочайшим состраданием и со страстной надеждой. Хочу надеяться, что у них всё получится, потому что они, в отличие от нас, очень горячие и злые. А злым людям я традиционно верю, потому что у них есть внутренняя сила. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok